Всем привет! Меня зовут Чуча Хао, я ваши учители китайского языка. А в русском или в китайском языке существует очень много фран... Но, пожалуйста, нет! Нет! Всем привет! Меня зовут Чуча Хао, я ваши учители китайского языка. А в русском или в китайском языке существует очень много ферракоризмов, которые используются в различных животных для обозначения идентичного культурного значения. Например, в Китае царь зверей – это дико, а в русском языке – это медведь. А в русском языке черная кошка приносит беду, а в китайском языке ворона приносит беду. А, конечно, в китайском языке некоторые фразоглоризмы имеют сходство с русским языком. Соответственно, тоже некоторые значения отличаются друг от друга. Но сегодня мы будем рассматривать, какие интересные китайские фразоглоризмы, которые отличаются от русского языка. Первый пример. Ты как свиня. Когда ты не убираешь свою комнату, мама всегда на тебя ругается, ты живешь как свиня. А в китайском языке это немножко по-другому. Когда ты ленишься или очень убираешь свою комнату, мама тебе ругается. Ни сянг чу и ян лан. Ни сянг чу и ян лан. Чу – это символ лень. А второй пример. В России все говорят, что ты упрямый как паром. А в китайском языке это ты упрямый как осел. Как осел. Пятое. Ты злая как собака. Слушайте, вот мне говорят, что у меня злая собака, она бросается, она агрессивная. Слушайте, да моя собака даже муху не обидит. Это в китай запрещено. Нельзя в китай называть человека как собака. Это уже считается ограблением. Если вы нечаянно называете человека, ой, ты как мира, как собака, ты как злая, как собака, они могут тебе... Поэтому будьте осторожны употреблять слова, которые касаются собаки. Будь очень осторожны. Мы рассматриваем два слова сочетания. Первый. Мы называем человека, который приносит очень плохие новости. Это у я цуэй. У я цуэй. Это клюв варуны. Клюв варуны. Это у я цуэй. А второе слово это леу кууу. Первое значение это выгуливать собаку. Второе значение это разыгрывать человека. Разыгрывать человека называется леу куу. Леу куу. На самом деле таких примеров очень много. Например, еще. Я просто сегодня нашел некоторые типичные интересные примеры. Если вам нравится мое видео, не забудьте поставить лайк. Спасибо вам большое. Зайджиан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова